эндюрос был ледоколом который служил патрульным королевского флота в период с 1991 по 2008 год построенный в норвегии как polar circle он был зафрахтован королевским флотом прежде чем был куплен и переименован в эй чем си индюрос в 1991 году ледокол был одним из лучших два его дизельных двигателей bergen производили более 8000 лошадиных сил на валу что позволяло ему преодолевать лед толщиной до 1 метра со скоростью три узла его двигательная установка использовала управляемый компьютером грибной винт переменного шага а также кормовые и носовые подруливающие устройства он мог нести два модифицированных вертолета links которые сыграли важную роль в создании документального сериала bbc планета земля в 2006 году ледокол обеспечивал присутствие в полярных водах выполняя гидрографические исследования и поддерживая британскую антарктическую службу он находился в южном океане и каждый год возвращался в великобританию через тропические воды позже было разработано более длительное 18-месячное развертывание доступное для использования британской антарктической службой в 1997 году совершил первый визит в аргентину после фолклендской войны заходя в столицу буэнос-аэрос по пути в антарктику совершил разнообразную и целеустремленную карьеру в качестве единственного патрульного ледокола великобритании правда последние годы были проблематичными и закончились позором после его стыковки в 2004 году в фалмуте ледокол потерпел небольшую аварию в результате которой он сильно накренился по разговорам военнослужащих которые были на борту выяснилось что имел место некачественный ремонт месяцы после ремонта были неприятными и ледокол потерпел множество серьезных отказов оборудования в течение следующих четырех лет экипаж корабля изо всех сил пытался сохранить его в рабочем состоянии и сталкивался с более сложными задачами в 2005 году ледокол был выбран для перевозки королевы и герцога единбургского на международном обзоре флота в рамках празднования 200-летие трафальгара во время изыскательских работ в антарктиде в январе 2006 года инженерно-технический персонал обнаружил что его руль по-видимому не закреплен на балере период его работы был прерван и он вернулся в мэр-харбор на фолк-лендских островах для дальнейших проверок дед норский веритес сертификационная компания корабля проинструктировала что ледокол должен пришвартоваться в ближайшем доступном порту этим портом был пуэрто-бельграна крупнейшая военно-морская база аргентины где ледокол пришвартовался в середине марта 2006 года руль сняли для ремонта и далее руль был заменен и приварен на место и ледокол покинул пуэрто-бельграна в начале апреля 2006 года он вернулся в портсмут через лиссабон и снова в док для дальнейших инженерных работ на руле и балере в июле 2007 года великобритания предложила ледоколу эндюрос снабжать аргентинские антарктические базы после того как их ледокол элмант вайризар сильно пострадал в результате пожара после в декабре 2008 года во время 18-месячного плавания ледокол эндюрос подвергся сильному затоплению машинных отделений нижних жилых палуб что привело к почти полной гибели корабля серьезное затопление в машинном отделении оставила его без энергии движения и он был отбуксирован в пункта арена с чилийским буксиром расследование показало что затопление произошло во время очистки фильтра морской воды попытки улучшить производство пресной воды воздушные линии управляющие клапаном корпуса были неправильно подключены что привело к открытию клапана и невозможности закрыть его прокладка труб не соответствовала общепринятым нормам расследование также показала что из-за нехватки персонала на корабле не было специалиста по обслуживанию системы и что ясность инженерного управления была потеряна и никто явно не отвечал за управление рисками после того как исследование аварии было завершено цена на переоборудование корабля составила около 30 миллионов фунтов стерлингов к счастью ледокол эндюрос без двигателя дрейфовал возле района где было достаточно мелко чтобы можно было отпустить якорь и удержать ледокол на месте иначе была вполне реальная вероятность того что он был бы потерян расследование показало что судовая компания хорошо отреагировала на устранение повреждений в сложных условиях в 2009 году на канале national geographic был показан четырехсерийный документальный сериал о выносливости в следующем году five выпустили тот же сериал под названием ледяной патруль а последний эпизод показывал что произошло в тот день когда ледокол чуть не затонул осенью 2010 года в прессе появились слухи о том что ледокол эндюрос вероятно будет списан и заменен другим из норвегии 7 октября 2013 года было объявлено что ледокол будет продан на металлолом поскольку восстановление повреждений полученных в 2008 году было экономически нецелесообразным летом 2016 года ледокол вышел из портсмута на буксире в свой последний рейс на разгрузочную станцию в турции а а